что там за окном что там там однако снежок валит снежок привет друзья опа вот она вот она вот она вот 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 ну чё вот валит снежок хороший снежок сейчас выйдем на улицу посмотрим валит снежок но все вообще классно вот один след кто-то прошел и нет больше и нет больше следов о снег суда идет классно вообще друзья у кого-то из вас каких-то регионах вообще снега нет вообще классно мне вчера звонили мои знакомые друзья блогеры и просто подписчики с подмосковья и вообще европейская часть россии живет без снега а у нас вот смотрите как говорится вышлю почты россии ладно не будем говорить о вещах зимних но мы же живем сибири все-таки западные сибирь как бы то не было перемена климата а она случается так ну все сейчас будем сейчас убираться вышел сейчас специально чуть-чуть попозже специально для вас снять вот это но сейчас уберемся потом надо будет идти устанавливать елку в клуб который так что у нас то сегодня суббота 21 декабря так что друзья с наступающим новым годом с наступающим осталось всего каких-то там десять дней ладно пойдем работать итак запись здравствуйте друзья одеваем наши рабочие перчатки сегодня мой ролик будет посвящен средством уборки снега средством борьбы со снегом в деревне деревенская тематика и так я местный житель в деревне окунева зовут меня владимир белов я живу в западной сибири омская область омская область деревне окунев 250 километров от города омска севернее живем в деревне я коренной житель и зимой зима у нас всегда бывает зима в отличие от другой какой-то европейской части и россии или другой часть россии где снег растает не растает сегодня хотел поговорить про снег и так мы в этом доме живем и зимой и круглогодично зимой выпадает снег и так как мы снег чистим у меня есть вот такая вот лопатка вот такая вот большая огромная лопата вот смотрите какой здесь захват здесь около метра захват вот такой вот здесь простая кордонка деревяшка но обычная фанерная лопата фанеры вот тут железка и все ничего но со временем со временем как мы здесь поселились сделали такую лопату я снег чище около ворот очень большое расстояние для того чтобы самому у меня есть свой легковой автомобиль заезжать разворачиваться ну и просто просто другие люди будут ехать и разворачиваться просто вот жест такой вот у нас в деревне снег чистят по дорогам ну хотелось бы желать лучшего чтоб чистили чуть чуть лучше ну чистят ну удовлетворительно так сказать и так вот такая лопата но со временем тут вот берешь много снега со временем тут это стало ломаться это все дело кордон очка ну зато плюс у этой лопаты что очень она хорошо широко берет вот сразу но когда снег пока еще такой более-менее нормальные рассыпчатые это все хорошо но со временем это лопата стала ну приходить в негодность и так ставим ее отдельно сейчас ей уже практически не пользуемся той лопатой большой широкой сейчас последние два-три года мы прикупили такие вот лопатки пластиковые пластиковые лопатки они продаются вместе с черенками кто-то скажет живешь деревне почему у тебя черенки магазины они продаются вместе с черенками синяя лопатка вот голубая так лопаткой лен степана чистит моя вот такая желтая вот у нее чуть чуть покороче черенок у меня чуть подлиннее вот она для себя прикрутила вот эту ручку пластиковую ей нравится вот с этой ручки пластиковой я же просто чище без пластиковой ручки мне вот такая нравится производитель до клейма никакого не написано ну вот тут сантиметров наверно 40 вот это вот ну чистим более-менее нормально хорошо и так и так периодически чистим то стога почистить то и так где-нибудь надо раз вышел чик 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 подкидал ее потом прикупили мы вот такой скребок вот такой скребок это тоже хрен узнает какой производитель купил я его ой рублей 800 наверное и здесь жестяночка жесть ну а тут вот просто такая вот и все бы ничего в первый же в первый же год чуть-чуть придавишь вот он стал ломаться здесь снежок был сырой то ли сырой то ли чё придавил вот чистится как это все дело скребок чистится и ты толкается перед собой скрепит так называемый переломилась вот это гнуться стала трубка это пришлось наварить вот здесь вот вот эти как сказать час я подойду поближе покажу вот наварить но это заметно учить утяжелела скребок у тяжелее он стал заметно тяжелее на несколько килограмм но зато он стал прочнее ширина вот этого скребка ну наверно чуть побольше ну может быть с метр вот этой может быть меньше но это длина тут сантиметров наверно 35 кто производитель я не знаю ну и так вот периодически чистим чищу им вот так вот но в этом году елена степановна она все мне жаловалась кстати что есть скребок этот не интересен ну он плохо чистит потом другие какие-то причины говорил купи мне другой скребок и так хочу показать наше недавнее недавнее приобретение прикупили ей вот такой вот скребок купили его тут у нас магазин есть хозяйственный товар повседневного спроса купили его за 1000 1000 рублей вот железка такая ну вот это такая вот она и у него вот такой вот ковшик вот ковшик на ковшике есть так вот тут вот кстати есть адрес сайта я не буду говорить сайта чтоб не делать лишнюю рекламу и здесь есть здесь тоже вот наклеечка она не оторвалась тоже ну не буду мне за это никто не рекламирует не платит я просто делюсь своими вот этими наблюдениями какой скребок лучше взять для чего и как и так он сделан из пластика пластик вот такой вот блестящий блестящий у скребка есть вот тут вот два таких вот этих колесика они пластиковые ну крутится хорошо так вот ширина этого скребка ну наверно сантиметров 60-70 но зато вот тут вот есть вот так вот снег попадает вот такой как бы он ковшичек такой вот углубление и что характерно чистишь хорошо чистишь раз что-то не пошло у тебя ты его этот скребок вот так вот приподнимаешь и сколько надо повез дальше вот было уже две или три чистки снега таких вот серьезных ну нормально чистит все хорошо мы всем довольны этим скребком вот почему я решил запилить этот обзор вот на все лопаты конечно же кто-то скажет напишет а я вот чище там мол деревянные лопаты деревянные фанерные лопаты да хозяин барин я никому свое мнение не навязываю я просто делюсь своим опытом что есть наши наработки наши вот житейские такие деревенские так что вот так сейчас я в ограде уже все почистил это дело по за ограды тоже практически почистил там совсем осталось немного да еще хотел рассказать у нас еще один был скребок но те скребки не тоже есть короче поломался скребок тоже елена степана купи мне скребок купи скребок и стали его их эксплуатировать тот скребок который ей купили вон в первый же день в первый же день поломался сейчас я вам его покажу и так вот такой скребок не в как ни в коем случае разе не надо приобретать вот смотрите вот он тоже широкий такой от большой длинный тоже тут вот такая железка который можно толкать по идее было фирма а он тоже безымянный у него тоже производителя никакого клейма ничего нету но это чем тут он длинный такой вот широкий вот заметно видите что он ну тут тут наверно что-то около метра как он сломался когда стали снег чистить тут вот с краю отпала вот ну тут вот целый край трещина пошла трещина здесь пошла и вот она сразу разлетелась почему я его не выкину ну потому что здесь короче повесил я висит он а вот какая-то какой-то производитель однако есть нет тоже непонятно чё как вот клеймо стоит как от птицы нарисовано вот вот что это чья чьё производства видите или нет не знаю заметно нет заря короче не попадаетесь на таких производителей не покупать вот это самое говно вот куда это сейчас ну здесь принципе четыре болта выкрутить можно приспособить куда-то вот эта железка так называемая которая взаимодействует со снегом ну и вот сама это трубка короче скребок скребок или скрепер король не очень хорошего качества не рекомендую сейчас я его поставлю так вот так вот так вот это вот пространство позволяет снег передвигать зачищать вот так раз набрал сколько сдаешь назад чуть-чуть и в сторону его опа удобная вещь так вот раз и в сторонку так сдал чуть-чуть назад и можно снова так так Чудо машина Ох 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 Продолжение следует... 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 да это дом тоже ваш да вот тоже сколько надо это до туда надо чистить здесь проходы здесь дальше вот идет тоже то есть у вас такое вот хозяйство небольшое ну как бы не хозяйство просто очищать это все надо вот видишь вот возле теплицы надо чтобы потом снег сюда сюда надо чтобы пища отходы ходить скидывать туда чтобы сжигать мусор он котел стоит туалет уличный попробуй это все лопатой да лопаты здесь тяжело конечно много объем большой объем большой тут не поспоришь все вот это надо лопатой проходить где же тут пройдешь вот я вышел где-то наверное три часа вот сейчас я работаю вот это вот все обошел двор уже можно сказать тут уезд уже почистил сейчас там остаточки почищу и все так что вещь необходимое никуда тут с ней не денешься без нее точнее ну у каждого у каждого есть свои объемы ну да это маленько чистит кто-то побольше вот у человека юрий лазарьевич занимается ну пытается развивать бизнес туристический пытается экотуризм до экотуризм приедут люди на выходные на праздники на новогодние каникулы приходится вот это все очищать так что кто-то пользуется лопатками маленькими а кто-то кто-то скребками ну а вот для него вот данный аппарат вот такой вот если мне только вот здесь было я бы конечно скребком вошелся но так как столько тут приходит ну вот вам вы пять лет назад его подожить пока не покупайте купили его он рублей тысяч 20 30 стоил 35 35 тысяч сейчас появились русские аналоги российский вроде бы вроде бы российские но сейчас очень трудно разобраться сейчас выпускают китайцы по российским лицензиям чертежам да 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 так что по заказам российский да тут сейчас разобраться очень трудно ладно юрий лазаревич пожелаем вам удачи спасибо за интересную экскурсию а Продолжение следует...